Будущие программисты, разработчики роботов, схемотехники и управленцы. Они собрались в Рязанском государственном радиотехническом университете на дне открытых дверей, чтобы узнать больше о наиболее востребованных профессиях региона. На пяти факультетах вуза уже обучается около 7 тысяч студентов и аспирантов, стать одним из которых мечтают юноши и девушки. У меня тут друзья, знакомые, все сюда ценят. Ну и душа просит идти, говорит, в радиотехнический. С детства уже занималась, собиралась конструктора, и меня как-то привлекало именно создание вот этих систем. Просто уже с детства понимала. В Рязани, мне кажется, это самый престижный вуз, и, мне кажется, каждый житель начинает в свою очередь поступить сюда. Хочу стать аниматором или разработчиком игр, потому что, ну это круто для меня. Это будущее, я бы хотел сюда очень сильно поступить. В 2016 году РГРТУ вошел в топ-100 лучших вузов международного рейтинга высших учебных заведений, который составила Европейская научно-промышленная палата. В этом году высокое качество подготовки подтвердило успешное прохождение вузам аккредитации. В результате экспертизы 35 укрупненных групп профессий, специальностей и направлений подготовки получили свидетельство сроком на 6 лет, в том числе и подготовки бакалавров и специалистов в сфере экономики и управления. А для поступления на технические направления абитуриентам необходимо сдать всего три экзамена – русский язык, физику и профильную математику. Владеть математикой и физикой – это обычное требование именно владеть. Сейчас, ну то, что называют ЕГЭ по математике, на самом деле это фактически письменный экзамен, это близко к тому, чего хочет наш вуз в плане отбора. Акцент при обучении в Рязанском государственном радиотехническом университете делается на формировании навыков, которые помогут в будущей профессии. Для этого в вузе проходят конкурсы технического творчества, конференции и форумы, где студенты могут показать экспертам свои разработки. Также на базе РГРТУ действует энергетический отряд «Потенциал». В этом году он традиционно стал лучшим на Всероссийском фестивале строительных отрядов. Студенты работали в ПАО-центре и Приволжье. Мы помогали работающим там людям, и самое то, что мне понравилось, у всех можно спросить то, что тебя интересует. И потом уже придя в университет, когда преподаватель задает какой-нибудь каверзный вопрос, на него легко ответить. При этом работа в отряде оплачивается и засчитывается как трудовой стаж. Также стоит отметить, что любой студент, поступивший в Рязанский государственный радиотехнический университет, научную форму обучения, может пройти военную подготовку в учебном военном центре, полноценном аналоге военного училища, а также на базе единственной в Рязани военной кафедры. По окончанию этой подготовки ему также присваивается звание с получением диплома о высшем образовании и лейтенантское звание. И он зачисляется в запас и имеет возможность идти служить на офицерскую должность только по личному желанию. Таким образом, в Рязанском государственном радиотехническом университете можно отдать долг родине уже во время обучения. А перед выпускниками открываются возможности для построения как успешной военной карьеры, так и работы на востребованных гражданских направлениях. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».